Царю Небесный, Утешителю души истины, И живи с десой, И вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю приедись все витяны, И очисти нас всякие скверны, И спасти блажен души наши. Господи, благослови наши занятия по Слову Твоему, Не дай им клониться ни направо, ни налево, Но следовать строго покровавленным стопам Твоим, Раскрой божественный смысл Твоих писаний и истины, Сохрани нас в любви и согласии, Дай все услышанное принять верою, И дай силы и мудрости исполнить. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Вон там белый, это Коля висит. Коля, Коля. У вас одинаковые, можно почти. Коля, рот за край. Занятия начались. Все, рисуем тихо, не шуршим, не стучим. Слушаем внимательно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое послание Тимофею, Святого Апостола Павла, 6 глава, 5 стих. Пустые споры между людьми поврежденного ума, Чуждыми истинные, которые думают, будто благочестие служит для припытка. Удаляйся от таких. Толкованием. Переливанием из кустов порожнее обыкновенно назывались досужие разговоры. Или потому, что как паршивые овцы, когда трутся между здоровыми, заражают их своей болезнью, так и инакоучащие трутся беседами своими с другими и расслевают их. Видишь ли, что славопрения рождают постыдную корысть? И справедливо, ибо эти спорщики, привлекая к себе большое число учеников, пользуются ими и все больше и больше подвизаются в спорах, чтобы все более и более их привлечь к себе. Не сказал, схватывайся с ними и борись, но удаляйся. То есть, после первого и второго разумления, послание института 3.10, то критика после первого и второго разумления удаляйся. Ибо тех, которые бьются из-за прибытка и денег, когда и чем можно убедить? Поэтому удаляйся от тех людей, которые неисправимы. Вопросы? Здесь все понятно. Людмиле Степановне. Ну, мне вот, знаете, сегодняшний вот как раз разбирательство по поводу такой конкретной ситуации, которой потом посвятили сестры, я даже не слышала этого, они рассказали. И я думаю, вот как бы как раз вот этот стих, вот этот стих, прямо он вот на сегодняшний день нам. Что нужно нам все-таки быть рассудительными, это первое, и разумными. Нужно думать над тем, что происходит, и дать Господа просить прозорливости, чтобы Господь дал понимание этой ситуации. Не просто как-то ее так, идти конфликт на конфликт, а просто отойти. И как бы не общаться с человеком, не то, что не общаться с человеком, а как бы человеку этому, за человека этого надо просто молиться. Просто нам нужно молиться. Увидел какие-то согрешения? И чтобы Господь еще и тебя здесь ты увидел, внутренне ты понял, что это неправильно. И если ты будешь тут же говорить этому человеку о таком же, вот как я, у меня такое происходило, я тут же сказала, вот как-то так, и через пять минут где-то я то же самое повторила то, что я кому-то сделала замечание на эту же тему. Понимаете? И я поняла, думаю, Господь, как вот он от нас лечется, даже тут же дает ответ, что ты прежде должна помолиться о том человеке, чтобы тебя не постигло такое же искушение, как его. А я сделала замечание, и тут же сама получила то же самое. Сделала. Понимаете? И поэтому нужно молиться за того человека, чтобы не постигло и меня такое искушение. Так что в этой ситуации, вот, Лена всегда занята, говорит, пол нельзя мыть, а там убираться или что-то тут делать можно. В церкви-то тоже можно это самое. Поэтому ей надо вот это тоже слушать. Она уходит от этого, но ей надо это слушать. И надо к себе побеждать. А если не можешь побеждать, молись. Вот один выход. Молись за него, чтобы тебя не постигло. То есть опять мы эгоисты. Сами для себя стараемся. Поэтому нужно молиться за того человека. И в то же время Господь видит твое смирение, и Он тебя не вернет. Такое же искушение, как вот сама увидела. Смотри-ка, такая ты. За чужими-то наблюдаем, а за собой-то надо в первую очередь. Вникайте в себя. Вникайте внутрь себя, входите, а яб не такая же, и все. Понятно. Ну, иными словами, библейскими, что ты видишь, сучок, в глазе брата своего бревна, в своем не замечаешь. Здесь не об этом речь. Здесь речь, видите, есть пустые спорщики, которые вот ради... у меня почему-то на ум был Михаил Сергеевич Горбачёв. Он много говорил, все сами говорил. А что говорил, пересказать смысл не может. Много поклонников таких учителей. Споры ради споров. На прошлом занятии тоже мы поднимали эту тему о плоской земле. Тоже ради чего люди вот это все подняли. А вот у них есть ученики. Уже брат наш, а я уже не один. Уже в Кутеряевке, уже двое таких вот последователей. И ролики скидывают. Игнает Тихоновичу, а уже много верят, что земля плоская. Но они ради денег это делают. Пока мы не видим, а им какая выгода. Но! Они говорят, что верующие в круглую землю делают это ради денег. А вы ради чего? Они, утверждающие, что круглая земля, на этом наживаются. Каким образом? Как это? Все время говорили круглые, все наживались. Ну тоже вот такое, понимаете. Поэтому таких людей нужно удаляться, чтобы не заразиться вот этими ложными идеями. Потому что когда вот больная овца трется о здоровую, здоровая овца, понимая, что она больная, она не будет с ней ни разговаривать, ни тем более тереться, понимаете, не заразиться. Поэтому после первого и второго выразумления эритика отвращайся, удаляйся. Но! Не так, как вы, Людмила Степановна, сказали, а вот я сказала, и меня сделало замечание, и потом меня в то же согрешение впало. Вот поэтому можно сделать вывод, что теперь замечание никому делать не надо. Надо! Еретикам надо делать замечание и при этом молиться о них безусловно. Этого никто отрицать не будет. С любовью нужно делать замечание, а не молишься, если ты о нем а думаешь только о своей, как бы его унизить замечанием, о себя-то восхвалить. Конечно, ты это не молять делаешь. Вот. в духе кротости друг друга предупреждайте, чтобы вот удаляйся, еретика удаляйся, и гневливого тоже с гневливыми не общайся. То есть разгневался человек, удались от такого, чтобы тебе гневом не заразиться. Его тоже заразно. Христос не злословил взаимно. Он учил так, злословящего тебя не злословят. Потому и его святого, безгрешного злословия или клеветали. А он бывает тебе по делу скажет, начинает человек огрызаться, оправдываться. А златоуст учит поцелуй за намерение. Сделали тебе замечание. Вот. А мы мало того, что не поцелуем, еще ты сам на себя-то смотри, что ты меня учишь. Без тебя я знаю. Да, я тебя поцелую. Да. Да, у меня было такое. Целовал. Хотя, тут поцелуй Иуды получился у меня. Я понимал, что мне бабушка добра желает, мне все по Писанию говорит. А я-то другого совершенно не был. Ты что? Да. Я говорю, баб, дайте поцелуй за намерение исправить. Да, такое вот было у меня. Продолжим. Да. 1 Тимофеев 6.6 Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Толкование. Те спорщики, говорит, не почитают приобретением быть благочестивым. Но и в благочестии есть приобретение, только не такое, как те полагают, а гораздо высшее. В нем приобретение не тогда, когда имеешь, а когда не имеешь, ибо оно научает довольство. А довольство есть великое и прочное богатство. Посему пусть не унывают благочестивые, как неимущие. Ну, тут надо, думаю, дальше продолжить. Не совсем понятно, о чем речь. Какая связь между довольством и спорщиком. Спорщики, они обычно чем-то недовольны, начинают спорить. И что характерно, Христос никогда ни с кем не спорил. С ним спорили, он возвещал истину. Поэтому, когда ты знаешь, тверд в вере, а с тобой начинают спорить, ну, ты вознесила истину. Человек не принял, отойди. Может, сегодня не принял, может, завтра поймем. Помолись о нем. Семя, когда-то брошенное в землю, прорастет. Она в ухо попала, он не принял, актор. Зачем это? Ну, вот, семечко положили в землю. А оно не всходит. Не всходит, ты же не будешь его выкапывать. А ну-ка, всходи. Это же понятно. Оно не взойдет. Бог возращивает. Сеющий, поливающий, ничто. Все, Бог возвращающий. Если Бог человеку на сердце не положит принять твое слышанное слово, и у него хоть кол на голове тишит. Понятно выражение? Что такое кол на голове тесать? То есть, повторять, 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 кол на голову поставить и тесать его. Понятно? Тюхать, тюхать, тюхать по мозгам. А бесполезно. У него закрыто уши. Бог не взращивает. Не будет урожая в этом году. Может быть, в следующем. Но мы все равно каждый год у нас нет урожая. Мы каждый год сеем, сеем, говорим, говорим. А многие у нас опять одно и то же. Ну а как? Если посеешь, 50 на 50. Зайдет, не взойдет. А если не посеешь, то, понятно, ничего не взойдет. 1 Тимофея 6,7 Ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Толкование. Апостол показывает, что приобретение, к какому стремятся те спорщики, которые за деньги не имеют никакого значения. Ибо оно остается здесь и не сопутствует нам туда. Понятно? Да. что нужды нам до лишнего, если мы ничего не понесем с собой туда? Какой смысл заниматься лжеучениями, которыми приносит прибыль? Никакой. Я вот дрессировщик и я понимаю, что я проигрываю, когда говорю своим клиентам, что нужно собаку бить иной раз, наказывать жестко, чтобы до нее дошло, что этого делать нельзя. Другие лже-трессировщики, чтобы... Ну, это же... Ну, как бить свою собаку? Муж ее любит. Они говорят, можно без этого обойтись. То есть, это лженаука. Я могу по этому поводу пойти, у меня был бы клиент, у него я был бы богатый. Понимаете? Также и педагоги. Многие сейчас вот это ювенальная юстиция. Учителя. Очень удобно богатому ребенку отдать и ребенок учителям говорит, что ему делать. Он пожалуется на учителя, а то ему зарплату урежут. Понимаете? Они ничего... Воспитания-то нету. Лжевоспитание. Там и там. Лженаука. Также эти были лжеучителя, которые ради денег это делали. Листят слуху. Очень здорово. А что это? Я отдам, а его будет там пороть моего дитя кровиночку на ухе. Все, рать. Я вот к этому лучше пойду, который может как-то в игровой форме там все это... Какой в игровой форме? По-моему, интересно. Все, крапива лежит рядом, работает нет крапивы, не работает. Хоть заиграйся с ним. Крапива действует, действует. Что еще выдумываешь? Господь сказал, не жалей розги. Что это? Что? Какие там в игровой форме? Вот они и играют в фитотерапию. Да, Курик? Да. Я же ничего не выдумываю. Все это. Так что вот не надо гоняться за деньгами, за этими лженауками, за лжиучениями, которые приносят доход. Каким образом они это зарабатывают? Вот это вот, например, депутаты, да, они много-много говорят, Жерезновский, богатый человек. А что он производит? Ничего, он просто говорит и говорит, иногда правду говорит, много правды говорит. но иногда что-нибудь такое там. Поэтому, вот у них появились эти лжеучителя, которые соблазняли истинных учеников Христовых в свою сторону, какие-то в секты, в разные толки. Сейчас таких очень-очень много. Каждый день рождается новая секта. А почему? Деньги, деньги. Деньги. Люди приносят жертвы идолам, бесам. То есть, они какого-то идола выбрали, все. Слуху польстили, человек идет в театр, ему он платит деньги, ему нравится, что он слышит. Идет в цирку. То же самое секту. Ему нравится. У него душа радуется. Он поет, аллилуйя, они на гитарах, он все, он жертвует, все довольны, проповедники довольны, адепты довольны. А у нас не так. У нас пришел, тебя взберели, как говорится, прочистили все твои грехи наружу, внутри все кипит, кому же нравится. Охота ответить, на себя посмотришь, что ты. не так царство будет. 1 Тимофея 6.8 Имея пропитание и одежду, будем довольны тем толкованием. Он определяет здесь, в чем должно полагаться довольство. И говорит, в том, чтобы иметь столько, сколько достаточно, только для пропитания, а не для наслаждения. Следует одеваться тем, что защищает тело. А это исполнить может и простая обежда. Сколько в гардероб загляни богатого человека. Что, он уже это давно не носит. Мне пожертвовала одна семья богатая. Отнесите там в храм. Вещи новые, хорошие, уже не нужны понятно. Зачем их столько много было покупать вопрос. Потом пожертвовали в магазин отвожу, их не берут, их никому уже не нужны. Уже настолько пресыщен рынок. все есть. На мусорке все? То же самое и с питанием. Хочется побольше, повкуснее. монах говорит, неплохо бы на воде продержаться месяц. К воде неплохо бы и сухарик. Но в воде бы до этого лучше бы кусок мяса сварить. Ну и куску мяса и само бы и мясо неплохо бы еще поесть. Так мясу бы немного и вина и начало у него. А там дальше без конца и без края. Также нам надо все есть необходимое. Излишество не нужно. Дальше. Что же в чем же вред излишеств? 1 Тимофею 6.9 А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Толкование апостол убеждает доказательством взятым из этого мира. Я не касаюсь говорит будущего, но посмотрите на то, что здесь происходит. Не сказал богатеющие, но желающие обогащаться. Ибо может всякий, даже имея богатство, хорошо распоряжаться им, потому что презирать его, потому что презирать его и раздавать бедным не есть дело хотящих обогащаться. Далее. Впадает в искушение и всей. Так как погрешают против веры и опасностями, окружены бывают из-за богатства и всех боятся. Разве в самом деле не бессмысленно кормить обезьяны, кошек и в своих дворцах запирать диких зверей и рыб, украшать лошади золотом, поднимать воду на кровь и любоваться блестящими зеркальными полами в доме это бессмысленно и вредно. Вредно душевному благу, истощает благочувственные. А многие погибали от того, что добивались незаконной власти. Так что подняться наверх становится для них невозможным. Разумеется, как сказано, и здешняя погибель и будущее. Надо различать желающие обогащаться и богатые, которые разумно пользуются своим богатством. Это разные категории. Он может быть богатым, но он может быть добродетным. Примерно святой Ио. Он был очень богатый человек. Ну и действительно бессмысленно зеркальные золотые полы обезьян, кошек кормят собак в рестораны ходят, собачьи рестораны есть. Да безумно что делать доходится, конечно. Зачем все это нужно? Когда столько вокруг нуждающихся только молиться и Господь даст истинно нуждающиеся. Эти нуждающиеся будут молиться за тебя на небе. Помните, как он построил нам синагогу Господь исцелит. Добрые дела. Можно для себя богатеть, а можно для Бога богатеть. Добрыми делами дал тебе Господь заработать, раздай нищие. И эти вищи Господь тебе воздаст. У тебя постоянно будет благословение. Постоянно будешь благочестивым и довольным. Если только в свой карман, то рано или поздно украдут, молит, поест, ржа ржа сожжи и вот он теперь дальше говорит. 1 Тимофея 6,10 Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. прямо черным по белому написано уклонились от веры то есть были верующие и уклонились из-за сребролюбия. Вот сектанты все они очень они у них даже есть такое поверье если ты не богатый значит ты не с Богом. Они еще это делают из-за сребролюбия. Проповедуют из-за сребролюбия. Люди жертвуют они будут проповедовать. Им кажется больше 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 они всяких адепс адепс они считают себя спасенными а я уверовал я спасен а тут уклонились от веры к нам баптисты в Потеряевку уже приезжали они рассказали они считают себя мы верующие когда приезжали когда я не помню какого числа недели две назад встретили попели но разговаривали в конце был разговор я верю я спасен а вы не верите если вы не спасен если вы не потеряете веру вы не потеряете веру вы не спасены в надежде то есть у нас есть надежда что мы не будем спасены если веру не потеряем вот все терять ее можно из-за чего корень всех золк субболюбия невозможно служить Богу и мамонне ибо одного будешь любить другого ненавидеть невозможно и наша церковь больна трусов и корысть корысть и трусов все в язву все в церковь корыстолюбые попы которые учат не по слову Божию за деньги за вот эти пожертвования и народ любит это потому что они говорят им мирские вещи они их мечтят то можно то можно то можно пролебодей не имею права его не причащать конечно никакой попу не будет за него горой быть а златоуст не так лучше тело свое отдам на свидетельнице тело Господа недостойно причащающегося вот и все толкование на эти слова о сребролюбии корень всех зол не щадит он живых не щадит и мертвых но и их грабит восстает на родителей и братьев и Божие достояния святотатственно крадет изгони сребролюбие и не будет ни войн ни вражды ни блуда ибо блудница из-за денег отдает себя неподстребству сребролюбие приковывая к себе все внимание человека не позволяет ему увидеть путь истины ибо как сребролюбец будет веровать евангелию вводящему вводящему нищету невозможно это еще и в этой жизни они пригвоздили себя в самом деле сколько испытывают они огорчений сколько плачут прекрасно сказано подвергли по-славянски пригвоздиша ибо заботы о богатстве подобны терновнику как и сказал господь Матфея 13.22 откуда кто не прикоснется к нему до крови уязвляет себе руки причиняет себе раны и болезнь заботы заботы о богатстве не само богатство забота о богатстве как обогатиться это так вот терновник заглушает семя а как конечно евангелие учит будьте довольны то есть довольствуйтесь одеждой пропитанием всем необходим хлеб наш насущный молитва очень что такое насущный необходимый нам на этот день и господь говорит не заботьтесь о завтрашнем дне что нам есть что нам пить господь знает и все волосы у вас на голове сочтены но это не значит что я вот лягу на диван и господь меня накормит не об этом речь речь как раз это направлено к которой хотят удвоенный капитал утроить утроенные ушестерить ушестеренные двенадцатерить все вот это вот одну машину купил гараж дачу яхту и пошло понеслось вот чего бояться вот договоры смешные 1 Тимофея 6.11 ты же человек божий убегай сего преиспевай в правде благочестии вере любви терпении кротости вот вот они напротив серебролюбия что стоит первое правда ну ведь правда что ты проживешь без этих десятерых шуб и пятерых машин правда одну скажешь правда зачем тебе давно старый фильм такой через забор там моторы воруют один дядька толстый мальчишка такой худенький а зачем вам два мотора простота ну и правда зачем тебе два мотора ну есть он еще один но ясно что сребролюбия он продаст и все украл там продаст поэтому дальше по правде ну правда ну зачем тебе два мотора машина детская искренность да дальше благочестие что такое благочестие ну даже как-то сразу не объяснишь слово благочестие кто может объяснить Людмила Степановна как оно благочестие благочестие это когда человек относится ко всем поступкам ближнего благочестиво рассуждает об этом то есть он даже жизнь воспринимает благочестиво как я вот слышала что пожилые называют ну там преступник там материца там все там думают хоть бы вот там расстерзает убить а другая подходит то милочек да ты да ты такой хороший он на нее смотрит я хороший он вот ну вот в таком шоке и все и она потом до такой степени а он как раз в термин пришел она до такой степени в него вот все люди говорят бабушка светнулась и короче она его забрала увела свой дом и говорит да ты поживи у меня это вот я читала у святых ты поживи у меня а все к ней приходят она с ума сошла она преступника а она говорит он говорит так я же такой матершинник она говорит да бог видит кто матершинник кто убийца кто а я в тебе увидела человека она так это то есть ее благочестие открыло ему такую вот жизнь что он потом хотел даже убить ее там что вот она так это его возвышает а потом у него постепенно он свыкся с этим что он такой хороший что он сделал хорошие дела и вот понимаете вот благочестивый человек он вокруг все а что он как мы заразим плохим так он заражает благочесть так внесет в мир что да он даже благочесть ammate благочесть то есть честь человека не запятна никакими делами и греховными делами не запятна И такой человек считается благочестивым. Хорошо. Честь. Что такое честь? То есть мнение людей. Если человек в чести, то он чистый. Ну и он в чести. Его никто не назовет ни вором, ни блудником, ни убийцей. Он благочестивый. А то, что эта святая увидела в матершиннике такого благочестивого, ну тут такая... Она нижняя святая, просто бабушка. Так, скажем. Она вот своим благочестием его как бы облагочестила. Увидела в нем. И дай Бог. Чтобы он не отчаивался, чтобы Бог его не простил. Далее. Вере. Ну, вера, понятно. Любви, терпения, кротости. Все это напротив стоит. Сегодня проповедь брат читала кротости. Кроткий человек. Он кротко отвечает. У него нету гнева. Он ко всем добрым. Сам должен, во-первых, быть благочестивым. И других своим благочестием, кротостью выражает. Ну и толкование. Великое достоинство. Правда. Все люди Божии, но преимущественно праведны. Не по той причине только, что они создания Божии, но и по причине своей близости к Богу. Если ты человек Божий, то не ищи того, что отвращается, что отвращает от Бога. Но что? То и другое делай с напряженным усердием. Не сказал. Отступи и приступи. Но убегай сего, серебролюбие. И преуспевай в правде. Чтобы никого не ограбить, как делают хотящие обогатиться. Далее. Благочестие разумеет догматы. Здесь толкователь нам дает ссылку на догматы. Как благочестие с догматами связано? Благая честь, Галя правильно сказала. Если соблюдающий догматы, репутация не запятнана. Далее. Верия. Которая не допускает исследования. Вот мне вот эта фраза нравится. Которая не допускает исследования. Вот что характерно. Известие поступило по интернету. Вы же знаете, что я веду занятия. Мои занятия называются. Изучение, не исследование. Изучение священного писания по святым отцам православной церкви. Вот так у меня группа называется. Далее. Православный человек создал группу. Назвал ее исследование писания. И вот эти бибель-форшеры, свидетели Иеговы, они тоже исследовали писание. И само писание говорит, исследуйте писание. Да. Ибо они свидетельствуют о мне. Ибо через них надлежит вам. Ибо через них нам надлежит войти в жизнь вечную. То есть, если человек, исследуя Ветхий Завет, убеждается в том, что Христос есть Бог, все, на этом то исследование заканчивается, о котором говорит Христос. То есть, он говорит, исследуйте Ветхий Завет, ибо Ветхий Завет говорит обо мне. Теперь христианин. Что ему исследовать этот Ветхий Завет? Зачем? Не верно. Он что? Не это? Вот он дальше начинает исследовать. А что исследовать? И доисследовывается до того, что в Библии тысячи противовечий. Да, тысячи. Тысячи нет. Доисследовался. А здесь нам дальше говорит вере. Вера, которая не допускает исследования. Мне чего эту Библию исследовать? Я верю, что святые отцы мне так ее истолковали, и это истина. Я ее принял. И за это Бога благодарю. Это толкователь говорит так? Да. 1 Тимофея 6.11. То есть вере, которая не допускает исследования. Где здесь противоречие? Когда Писание говорит, исследуйте Писание. Я объяснил. Исследование в том лишь плане, что в Ветхий Завет все обо мне говорилось. Красное телецо там все это прообразно указывало на Христа. Авраама приносил сына в жертву, прообразно указывало на Христа. Христос назван Агнецем. Вот Агнец Божий, который закрывал. Все это. Только на все указывало на Христа. Ветхий Завет это дедоводитель ко Христу. Все. Ты исследуешь Ветхий Завет, убеждаясь, что Ветхий Завет говорит именно об этом Христе, в который ты верил, который умер и воскрес. Который пролил причистую кровь за тебя. Все. Дальше что следует? Дальше уже все святые отцы истолковали. Дали нам. Нам только либо принимать, либо как сексанты мудрствовать. У них тысячи толкований. Одна и та же Библия. Зачем? У нас есть и святая Библия, и толкование, предание святых отцов. Все. Далее. Любви. То есть в правильном образе жизни, ибо основанием его служит любовь. От любви происходит терпение и кротость, ибо любовь все переносит и долготерпит. Действительно, когда человека любишь по-настоящему, и его поступки нехорошие, всем мы согрешаем, любовь все покрывает. Он поступил с тобой нехорошо, а ты прощаешь. Прощаешь и терпишь. Терпишь его недостатки, терпишь. Иногда бывает, он взорвешься, скажешь, да сколько можно уже, потом каешься. Сам такой. Вот. Но... Любовь все переносит и долготерпит. Мне нравится фраза. По-моему, Злацаут сказал, если заканчивается терпение, переходи на долготерпение. Все. И молись, и Господь все устроит. Вот. Тоже там вот с потеряевки есть такой. Игнать Тихоня за двоих всегда молится. Ребятишек. И у одного из ребятишек потеряевских лицо прям разгладилось. Стало здороваться там такое все. Господь услышал молитву. Он положил сердце. Да. Он и трудится, и помогает там, и Надежде Васильевне там. Ну, слава Богу. Вот. Каждый день одно и то же. И все. 1 Тимофея 6.12 Подвязайся добрым подвигам веры. Держись в вечной жизни, которой ты и призван. И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Толкование. То есть, за веру стой непоколебимо и непобедимо силой слова и безукоризненной жизни. Вот и высокая награда за подвиг. Это вечная жизнь. Ибо к надежде на вечную жизнь ты призван. Здесь апостол хвалит его дерзновение и мужество, как исповедавшего Христа среди опасностей. Кого? Тита. Он за титу пишет. Или говорит об исповедании, бывающем при крещении, когда мы исповедуем, что отрицаемся от сатаны и сочетаемся Христу. Обрати внимание, что требуется не одно только исповедание, но и терпение, чтобы все время оставаться верным своему исповеданию, чтобы не отступить от него прежде во время сильного гонения. А не так, как у сигнал «я уверовал, я спасенный». То есть, страха нет и при сильных гонениях, если страха нет, могут уклониться от веры. Поэтому просите у Бога страха и его грехом, страха огорчить его, бояться нужно. 1 Тимофея 6.13 Перед Богом, Всеживотворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом, доброе исповедание завещеваю тебе. То есть, апостол Павел Тимофею завещевает в это доброе исповедание, не слушай там вот этих лжемудрований, держись в том, что я тебе передал. Сребролюбие не уклоняйся, учеников своих как-то постарайся вразумить, чтобы они не шли за лжиучителями. Сребролюбие убегай. Умножая страх и делая ученика более непоколебимым, он призывает во свидетели Бога, показывая, что нечеловеческие завещания... Что-то солнце прям так меня слепит, а можно пересяду. Ой, как хорошо, я сейчас на трон сяду, а я сяду на трон. Толкование. Умножая страх и делая ученика более непоколебимым, он призывает во свидетели Бога, показывая, что это нечеловеческие завещания. С той целью, чтобы, имея всегда в мысли, он воспоминанием об этом приводил в сотрясение свою душу. Все животворящим, то есть Бог животворящий, здесь содержится ободрение среди опасностей и воспоминает о воскресении. Как бы так, говорит апостол, не бойся смерти, ибо ты раба Бога, который может все оживотворить, и перед Христом искусством засвидетельствовавшим. Да, толкование продолжается. Еще от примера учителя с большой буквы берет наставление. Как он свидетельствовал, так и мы должны подражать ему. Будучи вопрошен от Пилата, и так, ты царь, он отвечал, я на то родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Иоанна 18, 37. И многое другое он засвидетельствовал и исповедал. То есть, апостол Павел пишет Тимофею и увещевает его, не бойся говорить истину, не бойся этих богатых лжеучителей, которые могут тебе пакости творить, не бойся смерти. И приводит пример Христа, который знал, что его распнут, и тем не менее свидетельствовал об истине. Когда Пилат его упрошал, что есть истина. Ты есть царь, мне ли не отвечаешь, ибо я имею власть распять тебя. Христос ему кротко отвечает. Если бы не долодия была бы свыше, ты бы этого и не сделал. 1 Тимофею 6, 14. Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. То есть, чтобы ни в догматах, ни в жизни ты ничем не пятнал себя. То есть, до твоей кончины, до исхода. Впрочем, не сказал так, но сказал даже до явления, чтобы больше ободрить его, напомнив и о страшной одной славе. Что интересно, вот он не сказал до смерти будь верен. То есть, Христос был предан до смерти. А здесь сказано до явления Иисуса Христа. А что раньше было? Смерть твое или явление Иисуса Христа? Смерть. Ты уверена? Ну, у нас смерть, я думаю, до смерти обожжена. Ну, а Писание нам говорит, что многие, некоторые из вас не умрут, но изменятся. А времена сейчас так близко идут, но мы же-то, может быть, до явления Христа умрем. А вот о внуках уже, о детях уже у меня сомнения. Настолько все вот это вот близко, что сейчас, во-первых, все идет к тому, чтобы был безналичный расчет. А свидетельство библейское нам говорит, что при антихристе невозможно будет ни продать, ни купить, не имея вот этой вот печати. Все, чипа нет, ты не сможешь торговать, не сможешь торговать, ты умрешь. И вот это будет истинное испытание для христиан. И истинно верующие в Животворящего Бога, способного воскресить, спасутся. А маловерные, которые поставят эту печать, чтобы временно еще пожить там год, два, три, три с половиной всего будет. А потом Христос явится, те пойдут погибли в вечную. Вот это будет последняя кончина, это самое истинное испытание веры. Готов ли ты умереть от голодной смерти или не готов? Веришь ли ты, что Господь тебя воскресит, либо не веришь? Если веришь, не будешь принимать эту антихристовую печаль. Если слабоверный, подставишь руку, чело, лоб, скажешь, я боюсь смерти. Я ваш раб, товарищ антихристый дьявол. Да не будет этого с нами. Аминь. 1 Тимофея 6.14 1 Тимофея 6.15 Которое явление в свое время откроет блаженный и единый, сильный, с большой буквы, царь царствующих и господь господствующих. Толкование. То есть в приличное, предопределенное время. Поэтому не печалься, что оно еще не наступило. И это апостол говорит для утешения, чтобы Тимофей не смотрел на кажущиеся ублажительными здешние блага. Но к тому, с большой буквы единому, с большой буквы прилеплял взоры, которые есть само блаженство, в котором нет ни печали, ни воздыхания, чтобы не боялся земных каких-то властителей и царей. Вместе с тем он приготовляет его к тому, что откроет его, с большой буквы, пришествие. Ибо он единый, сильный Господь. Все это сказано о Сыне. Сыне с большой буквы, об Иисусе Христе. Не боялся земных властей. Вот это упование на Господа, это вот какое-то состояние такое, что как-то страх уходит. Помолишься и страх уходит. Не страх, а какое-то чувство такое, что нельзя это сделать, нельзя. А когда вот помолишься и Господь силу дает, ты думаешь, ну и не сделай, так и ничего не будет со мной. Вот сейчас законы у нас начинают уже, вот именно законы Айровой, вот эти власти, начинаются гайки немножко закручивать. Сегодня брат Игорь меня остановил и говорит, что ни в коем случае, если ты пойдешь проповедовать, благовествовать, это не миссионерская деятельность. Ибо миссионерская деятельность это та, когда у тебя есть бумага от общины и литература от общины. У нас есть бумага от общины. Кто же не думал, который знаете давно? Литература должна быть промаркирована той же печатью, на которой стоит бумага от общины. То есть товарищ милиционер, видя миссионерствующего баптиста, он подходит к тебе, предъявите ваши документы. Он говорит, я принадлежу баптистской общине города Барнаула. Что за литературу вы распространяете? Распространяю, например, Евангелие, Библию синодального перевода, православная церковь. Как вы баптист православную литературу? Вы должны баптистскую, у вас должна быть печать. Баптист должен баптистскую. Ваше, как бы, все, несоответствие. То есть у него уже идет нарушение. Знаете, я православный, растаю православную литературу. Тоже нарушение. Почему? Потому что я хоть и православную литературу распространяю, но на ней нет маркировки от общины. Община не одобрила мою деятельность. Я самовластно это делаю. Поэтому, когда я раздаю литературу, я должен вам говорить, что я частное лицо. Нет у нас там печати. Та печать с моим телефоном, что ведутся такие занятия, она не печать общины. Я это делаю в частном порядке. Так же, как Инатий Тихонович, он в частном порядке открыл лагерь, когда на него наехали, Суд развалился. Это моя идея. Община здесь ни при чем. Община лагерь не создавала. Понимаете, если когда юридическая организация создает что-то, то и юридически и община отвечает. А если я частное лицо и иду миссионистов, меня посадят, с вас ни копейки не возьмут. А если вы мне дадите, допустим, бумагу от крестовозвиженского общины, дадите книги, благословите меня, меня задержат, я покажу. Вот это все в порядке. Все в порядке, соответствует закону. У нас такая есть печать. Поэтому надо сей вопрос решить. Решать печать. И на всей литературе она должна быть промаркирована, которую мы рождаем. Надо еще вопрос решить о визитках. Визитка является ли литературой религиозной или нет? Это не литература. Интернет это средство массовой информации. Согласны? Согласны. Там мы как бы раздаем вот этот электронный журнал. Промаркированный он или нет? Зарегистрированный он или нет? Зарегистрированный он на наш общин это сайт. Сайт тоже, общин его создал? Нет. Сайт личное дело Игнать Тихоновича. Тоже не промаркированный. Тоже вот на эту тему есть. Нельзя вести занятия? Сейчас пока, слава богу, все можно. Если уповаешь на Господа, то без всякой бумажки Господь тебя защитит. Да это да. Посадят, посадят, значит так нужно. Игнать Тихонович проповедовал, знал, что его посадят. Тогда были такие времена. И он шел на это. Он постоянно носил с собой сухари, сумку. Он готов был сесть в тюрьму. А мы готовы к такому состоянию сегодня? Готовы. Пойдем на боговости сегодня? Пойдем. Ну вот. Зафиксировала. Зафиксировала. Всегда берем книги и раздаем ее. Игнатия Тихоновича посадили разве за проповедь? За распространение архипелаг ГУЛАГ посадили. Как антисоветская литература. Да, по закону. Но не за то, что он проповедовал Новый Завет. Слово Божие. Нам нужно делать так, делать свое дело, не нарушая закон. А мы сейчас пойдем раздавать литературу. Будем закон государственный нарушать. Но визитки давай с тобой раздать. Мы визитки раздаем. Ты уверена, что это не является нарушением закона? Визитка это не нарушение закона. Все раздаем визитки. Даже пропаганда по выбору депутатов. Вот сейчас у всех никаких печати не стоит. Вот сколько красочных дают. Где печати надо? Все, протоколировано. Идем дальше. 1 Тимофея 6.16 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков... Снимать плохо. На солнце плохо, да. Нет. Читайте, не отвлекайтесь. Последние солнечные ванны. 1 Тимофея 6.16 Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Толкование. Господь один имеет бессмертие по существу. Ангелы же, хотя и бессмертны, но не по природе, а по благодати. Итак, они не имеют бессмертия, но причастны к бессмертию. Неужели он местом определяется? Или одно свет, а другое он сам? Конечно, и он сам свет. Видишь ли, до какой степени бывает немощным язык, когда мы хотим провещать что-либо великое. Не приступен сей свет, потому что по причине безмерного его блистания никто приступить к нему не может, то есть по божественности. Он виден был и есть только по человечеству. Святой Иоанн Златоуст понимает так, что в выжесказанном говорится о сыне, а в последующем преимущественно об отце. Хотя слова эти приложимы и к сыну, и к духу. Итак, если держава его вечная, то ты не должен бояться, хотя она теперь и не открывается. Если честь его вечная, то ты не должен отчаиваться, хотя и теперь его и не почитают. Безукоризненно мы можем только делать, то есть славить его, а не любопытно исследовать его. Благовремение апостолы изъясняет здесь учение о Боге, ибо так как он призвал Бога во свидетели, то и описывает славу его, чтобы больше тронуть слушающего. Вот для чего. Чтобы больше тронуть слушающего, он его описывает таким, вот он уже во свидетели Бога приводит, когда говорит, чтобы они от этих лжеучителей отстали. И, конечно, этого свидетеля он восхваляет. А сектанты, тут же написано, что которые человеков не видел и видеть не может, Бога не может видеть никто. Поэтому Христос и не Бог. Он Сын Божий. Бога никто никогда не видел. То есть они в Отца верят, а то, что Сын и Отец одно не верят. Бог явился воплотить. Не верят, не вмещается в них. 1 Тимофеев 6.17. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Толкование. Есть и иные богатые, но не в нынешнем веке, а в будущем. Это праведные. Ибо богатство возбуждает надменность и тщеславие. Точно смиряет их. К чему, говорит, гордиться тебе опорой неверной, легко крушимой, нестойкой? То есть воздух, воду, свет, перемены года, времена и все прочее дал с большую щедростью. Хотя свои корыстия все приписывает себе, что получает. Отсюда научись, что бог обогатил человека, давший ему все безраздельно. Поэтому напрасно кто-либо печалится тем, что беден. Вопросы? Нет вопросов. Мы не печалимся, что бедные. Слава Богу. Да. Мы вообще не бедные. Мне песня нравится Светланы Копыловой. Там есть такие слова. Богатого ребенка отец послал куда-то там семью к бедным. И он там погостил у них деревню-то, в Потеряевке. И повернулся обратно. И папе рассказывает. У нас дворец, у них купол неба. У нас одна собака, там породистая какая-нибудь хаски. У них четыре пса. У нас там бассейн, у них моря. А те-то бедные живут, но у них бог все так обильно дал в изобилии, что вот это богатство искусственное, нажито неправедным путем, оно томит душу. Должно быть все в простоте. Мы сегодня едем по дороге утром. Сколько раз мы лели лиси? Четыре лисенка видели. Четыре лисенка. И две совы. Там я не знаю. Господь так обильно благословил, да и все равно. А как все дивно устроило Премудро. Там туман рассеивался так интересно, да? Прям вообще я вот первый раз такое видела, чтоб туман так рассеивался. Необычно по трассе. Где есть, где нету. И когда уже подъезжали к Барнаулу, такое ощущение, когда уже как бы спускаешься такое с пригорка, да? И вот этот туман, когда рассеянный, так он низко-низко лежал, такое ощущение, как будто вот море. Вот море. Ну так красиво вообще. Это даже неописуемо. Это надо видеть. Удивительно просто. Далее. 1 Тимофеев 6.18. Чтобы они благодетельствовали, обогатые говорит, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Толкование. Из общего наставления увещевай их благодетельствовать. Вытекает и следующее. Если хочешь обогатиться, обогатись в благотворении. Далее. Были щедры. Это относится к деньгам. И общительны. Это относится к любви. Под общительными, разумея, разговорчивых, приветливых людей. Вот что характерно. Мы идем по благовестью. Район такой видно. Дома такие вот бедненькие. И люди такие приветливые открывают. Берут евангелие. Благодарят. Разговорчивые такие. Предлагают кто ранеток. Кто яблоки. Все простые. В район дома повыше. Заборы потолще. Там уже засовы такие. Уже лица суровые. А не воровать ли... Не сектанты ли это хотят мою квартиру умыкнуть. Понимаешь? Ходит. Ходит. Вот. И поэтому апостол Павел Тимофею все это и пишет. То есть убегай богатство. Убегай. Еще одно слово. Убегай. Написано. Бегайте блуда. А богатство оно... Сребролюбие. Блуд. Она блудница. Она написана. Что она этим занимается. Как же ей деньги нужны. Не столько удовольствия. Сколько деньги. Ей приходится этим непосредственно заниматься. Поэтому этого нужно бояться. Бояться роскоши. Излишеств. Быть в простоте. Обои менять раз в 10 лет. Не чаще. Правильно? Да? Неправильно. 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 Не смотря с кем ты живешь. Если дети, они за два года могут убить все. Се обои. Если ты один живешь, аккуратный такой весь. Соблюдаешь порядочек. Нет. Ты можешь вообще раз за всю жизнь поменять свои обои. Нет. У меня мама живет очень аккуратно, но ей нужно... Захотелось поменять. Это уже излишество, а я борюсь против этого. Надоели. Надоели зеленый хочу желтый, надоели желтый хочу красный, он как светофор, моргает каждый год. То же самое и в пище. Одна живет, полная холодильник, камера морозильная, полная холодильник. Зачем столько? Кушать? Кушать. Ну один человек. И сейчас все в холодильниках, в морозилке. Бери вороженую пачку пельменей. Зачем тебе электричество тратить? Морозить его дома еще второй раз. А уже привычка была в советское время, искусственно созданный дефицит. И все, хватали, хватали, хватали на черный день. Вот он черный день и наступил. Сейчас все есть. Зато когда придет черный день, у тебя ничего нету. А те, кто боятся черного дня, у них мешок муки и мешок сахара. Они проживут на неделю или на месяц дольше тебя. У тебя килограмм гречки и все. А что это неделя по сравнению с вечностью? Ничего знаешь? Ничего. Я умру на неделю раньше. Вон, может, тебя еще будет кормить. Тот, кто запасся. Дело-то не в запасах. Запасаться-то неплохо. Вон сколько сухарей у соседа. Как на запасе сухарей в потерявку, как повез мешок сухарей своих. Но это когда для... да, ты запасся для ближнего. А когда только для себя, как один говорит. Сломаю житницы, построю новые. Ешь, пей, душа, гуляй, веселись. Кто не в Бога богатеет, это греховно. Свою утробу, это вот неправильно. 1 Тимофею 6.19 Собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Толкование. Где есть основание, там все твердо и неподвижно. А так как блага добродетели и будущего века постоянны, то апостол и упомянул при всем об основании. Ибо совершение добрых дел, которые он назвал основанием, может доставить наслаждение оной жизнью. 1 Тимофею 6.20 О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. 2 Тимофею 6.20 Все мною тебе заповеданное храни, так как это суть заповеди Господней. Ничего из того не убавляй. Именно не чистых и грязных. Следовательно, бывает пустословие и не скверное. Святой Иоанн Златоуст разумеет под всем словом новизны в учении, написав, как кажется, это слово. Ибо где нет веры, а все есть плод человеческих разумений, там нет знания и ложно употребляется это название. Заметь, что бывают прикословия, на которые не должно даже отвечать. Напротив, избегать их и не сходиться с людьми, готовыми на прикословия. 1 Тимофею 6.21 Которому предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь. Толкование. Тот, кто следует одним человеческим разумениям, неизбежно не попадет в такт и в цель веры. Ибо вера не допускает умопостижений. Думаю, что все это апостол говорит об известных в то время гностиках, которые были исполнены всякой нечистоты, которую он и назвал скверным пустословием. Из них представителем этой ереси был Николай. Один из семи диаконов. За впечатление всего благожелает ему благодати Тимофею, кое подается и хранится всякое благо. Ее добудем причастными и все мы, не погубляя полученных от нее благ, но ею сохраняя их и славя Христа, благодати им подателя, с Отцом и Святым Духом тому слава во веки веков. Аминь. 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 Тебе, заповеданное, то есть апостолом Павлом Тимофею, храни, так как это суть заповеди Господней, ничего из того не убавляй. Именно не чистых и грязных. Следовательно, бывают пустословия и не скверные. Правильно. Есть такое место в Священном Писании, с детьми мы учим. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, ибо оно доставляло благодать слушающим. Слово вере не назидает, но гнилое, ну его сразу видно гнилое слово, скверное слово, недоброе, злое, ну как, ну и пустословия бывают. Есть еще такое празднословие. Что такое празднословие? Праздные слова. Что такое праздник? У человека праздник. Он на работу праздник не ходит люди, они отдыхают. Иди вот сюда. Люди, а то там с апреля живет. Переходи, люди. Ничего. Вы не сходите потом? Я думала, все, вы не сходите. Я думала, все, вы не сходите. Вот здесь вот хорошо, вот здесь вот у нас сделает. Помой, это хорошо. Ты уже, я смотрю, ты сгорела. А Галя еще будет? Да, спасибо. Горячая. Ничего не там находился. Вот. Значит, вот пустословие. Есть слова пустые, а есть добрые для назидания вере. Тут понятно, что те слова, которые назидают вере, не могут быть пустые. Но могут быть слова, которые и вере не назидают, но в то же время их скверными назвать нельзя. Это житейские, мирские разговоры о, как достать нам хлеб насущный. Нормальная тема. Нормальная тема. Вот когда разговариваешь о каких-то ненувы, совершенно не смысленно. Не смыслится одно и то же перемывать. Приятные, например, какие-то, да. Про других вот осуждать, кости поперемывать. Все это грех приводящий от истины. Этого нужно бояться, потому что когда люди начинают судить других людей, они про свои грехи забывают и сами не меняются. Им только играет роль судьи. Судьи, а Богу это не угодно. Что ты судишь чужого раба? Он чужой раб, он мой раб, Бог говорит. Что ты его судишь? Что ты такое? Божьего раба и судишь? Да. Это вообще страх. Вот. Вот. Но когда ты его назидаешь, веришь, наставляешь, вразумляешь, увещеваешь, это уже не есть осуждение. Даже юридика. Ты знаешь, что он юридик, что он уклонился. Написано, после первого и второго вразумления отвращайся. Людмила, не отвлекайся. Не отвлекайся. Няня, отвлекайся. Ты повтори, что я, о чем говорил. Ты слушаешь? Да. Что такое праздное слово? Объясни. Не знаю. Объясни, ты знаешь, что такое праздное слово? Не знаю. Как ты не знаешь, что тебе про это каждый день говоришь? Нет, ты мне не говорила ни разу. Скажи, это все четыре слова. Захряс во грехе. Закрыто у него. Ты сеешь, сеешь, как гол на голове. Ну что, одно и то же надо поговорить. Он хочет болтать, болтать и болтать. Да. О чем болтать? Лишь бы болтать. Оля, а что такое пустословие? Объясни. Постоянно говоришь, 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 говоришь. Говоришь ненужные слова, которые вредят твоей душе. Душе, разуму вредят. Чем сквернословие, Лена, оближает это пустословие? Скверные, это гадкие, мерзкие, матершинные слова. Оскорбительные слова. Пустые слова в суете сказаны. Без конца о чем-то говорим, лишнее все. Суть, надо суть выбирать. А мы вокруг этой сути ищем. Любое пустое слово можно подвести к Богу. Вот что ты видишь? Вот забор, ограда. А где это сказано в Священном Писании? Господь насадил ограду. Здесь и Заврю будет. Если мы идти здесь и Заврю будет, мы под его защитой и опекой находимся. Только одна провешена появилась уже. Одну заповедь нарушаем. Все, уже нахлынули дьявола. Сколько их сегодня было на богослужении? Кто считал? Ну как мы видим, что ли? Знаем, что очень молодец. Пять миллиардов поможет. Коль, ты посчитал, да? Сколько там набежало? Кого? Бесов? Час тринадцать. Час тринадцать. Час тринадцать. Да. Давайте закончим. Первое послание мы закончили. Помолим. Сколько там набежало? Это не для себя? Я сухую. Для храма я... Час тринадцать. Ага. Хотя бы на занятия было. К тебе самое, это храма. Достойная всякого истину, Младший тебя, Богородица, Признавав желаю любви непорочной, Не матерь Бога наша врач, И славнейшую герою, И славнейшую без сравнения страдки, И славнейшую без сравнения страдочной, Сущую Богородицу Тя величалим. Благодарим тебя, Господи, за этот благословенный день, за эту возможность, за это тихое и мирное время, за то, что нет войны. Слава тебе, Господи! Продли, если возможно, еще его. Мы, находясь в этой благодати и тишине, могли прославлять Твое Святое имя. Пошли на нашем пути жаждущих, слышать Слово Твое, наполни наши уста благословением, Господи. Бала Тебе честь и поклонение Отец Твим и Святой Дух. Аминь. На Галину посмотри.